А вчера отжигала Клава Кока. Да-да, та самая, которая... Ты покинула, чат. В студии мы и Клава Кока. Фантастически красивая девушка, певица, автор песен, видеоблогер и немножко наша коллега телеведущая. Конечно. Что больше нравится вам? Из всего, что вы перечислили, ну, всё-таки музыка. Музыка, да. Но если бы у меня не было всего остального, возможно, мне было бы скучно. Классно, когда есть несколько векторов творчества. Таким образом, нет рутины и всегда ты заряжен на результат. Всегда надравида. Сегодня вы хедлайнер фестиваля Динатера. Там поклонники уже ждут. Вы не первый раз в Кузбассе. Шерегеш, ой, до сих пор обсуждают. Шерегеш – это наш курорт, наш курорт в Бернолыжной. Здесь курорт формируется немножко другой. Вокруг каких-то раскопок археологических, палеонтологических динозавров ищут. Как вы считаете, может такой курорт появиться? Ну, я считаю, безусловно. Уже сейчас здесь столько людей, как бы это... Здесь есть все предпосылки для того, чтобы сделать из этого какой-то научный, возможно, центр. И это классный повод вообще собраться здесь. Ничего себе, раскопки динозавров. Раскопки динозавров, да? Это же мощно. Хотелось бы в раскопках поучаствовать. Слушай, ну, это, конечно, такой серьезный процесс и большая ответственность. Так-то, конечно, я могу сказать, что да, это классно, весело. Но я понимаю, какой за этим труд стоит большой. И то есть это не то, что ты приходишь, ой, я нашел раскопки, классно. То есть здесь действительно большое уважение всем людям, кто к этому причастен. Это очень круто. И мне вот не хотелось бы, наверное, лезть в их зону, потому что это чрезвычайно большой труд. И хочется лишь вот за них порадоваться и сказать им спасибо за такое открытие. Это круто. Здесь огромный палаточный городок. Вот тысячи приехавших живут в палатках. Я видел ваше интервью, где вы говорили, я люблю отдыхать, палатка, там, раз, отпуск, палатка в Норвегию. А не хотели бы, допустим, сюда приехать как-нибудь, сейчас такого, посидеть, там, не с концертом, а песни, там. Под гитару, гостра, пожаром. А поете, поете, любите? Ну, конечно. Я же и на гитаре играю. Я раньше ездила в лагеря, я преподавала даже гитару, и мы пели под гитару все орляцкие треки. Поэтому я, на самом деле, с таким удовольствием бы отключилась от всех вот этих будней и просто хотя бы пару денечков полночать. Приглашаем.